слава господу бог давший нам жизнь дыхание помог нам дожить до этого часа он неизменный в слове своем в обетованиях своих хранит народ свой до этого часа заботиться я так понимаю хочет говорить хочет утешать свой народ ободрять дабы народ божий он доверялся господу стоял в истине утешался в слове его в том весь верном слове в той верной такой живой воде черпал эти силы и утешение потому что сейчас мы слышим различную такую информацию приносящую нашему разуму не назидание более порой уныние когда руки опускаются когда слышишь одни другие новости передачи телефонные разговоры которые порой не приносит назидание так положил себе сердце уже недели две это стараясь не вникать это лучше читать более слово божье пребывать в молитве искать лица господнего дабы бог в это время такое которое мы живем поддерживал укреплял нас утешал давал совет который так необходимо сейчас в этот момент для каждого из нас и бог говорит и бог утешает через священное писание через эту информацию через этот вернейший источник информации ну что буквально до этого начала таких вот этих событий так размышлял как раньше эта информация она несла за собой действия люди они читали книги о каких-то преступниках о каких-то таких людях живущих не такой хорошей жизни и молодежь читая эту информацию она впоследствии могла оказываться на скамьях подсудимых в лагерях были поломлены суть судьбы многие другая информация среди общения молодежи также среди подростков популярность наркотики популярность в алкоголизме также ломала многие судьбы многих людей которые гибли и эта информация этот источник информации не приносил пользы этим людям но у нас с вами есть вернейший источник информации это слово божье которое уже на протяжении многих веков помазано духом святым дает народу божьему дает детям своим свет для очей наших слава ему за это свет для ноги нашей разум верный как нам поступать что нам делать в той или иной ситуации я читаю слово божье эта книга пророка исаи 28 глава с 24 стиха всегда ли земледелец пашет для посева бороздит и боронит землю свою нет когда уравняет поверхность ее он сеет чернуху или рассыпает мин или разбрасывает пшеницу рядами ячмень в определенном месте и полбу рядом рядом с ним и такому порядку учит его бог его он наставляет его ибо не молотят чернухи катком зубчатым и колес молотильных не катают по тмину но палкою выколачивает чернуху и тмин палкою зерновой хлеб вымолачивает но не разбивает его и вводят по нему молотильные колеса с конями их но не растирают его и это происходит от господа саваофа дивны судьбы его велика премудрость его слава ему за это бог он я прочитал он великий в премудрости он действует много гран намного различна судьбы его дивны мы в каждом из нас бог ведет особыми путями различными путями для того чтобы ты и я ставший на этот путь заключивший завет с господом был там где наш иисус христос где радость где утешение и бог он порой проводит такими путями такими различными действиями дает нам такие судьбы чтобы мы могли достигнуть вечных обителей слава ему за это он знает тебя и меня он знает твои мои переживания и трудности недостатки все что какие обстоятельства для тебя и меня допустить какую нагрузку какие действия здесь зерновой хлеб его вымолачивают но не разбивают его водят по нему молотильные колеса с конями но не растирают его то есть идет контроль бог контролирует это все до такой степени чтобы ты и я мог быть готовы встречи со с ним в день пришествия чтобы ты не постыдился чтобы был этот дерзновенный вход вечной обители был свободный этот вход и бог проводит нас этими путями допускает нам эти такие судьбы действия в жизни нашей чтобы это все удалить с наших таких внутренних плотские такие намерения помышления удалить это и так размышлял сейчас об этих таких обстоятельствах переживания которые переживает народ божий и в этой стране кто больше кто меньше переживает эти трудности скорби разлуки печали болезни немощи потери кто по-разному переживает это но это трудность она пришла в эту страну и мы живем здесь и так понимаю это буря это буря которая коснулась каждого из нас по разному какой-то мере но в этой буре бог нас не оставил слава ему за это размышляю так эти бури эти действия которые происходят в священном писании читаю почему и как происходили в некоторых местах писания бури для чего они были допущены именно для народа божьего для детей божьих что господь хотел в этих обстоятельствах и одна такая ситуация этот человек который имел общение с господом любил господа другими словами слышал голос божий исполнял его волю не прошло такое время что он решил отойти от лица господнего убегать от лица господнего идти не в то место куда хочет от него господь и пришло в его жизнью буря пришла в его жизнь испытания другими словами такая скорбь это иона который нашел корабль который отправлялся фарсис он туда зашел его постигла буря и в этой буре он взыскал господа он смирился пред господом казалось бы такие уже отчаянные обстоятельства уже в очреве кита и он молится ему казалось бы можно было бы уже все опустить руки все я погиб я не нужен но думаю этим подчеркивается как велика перед господом когда дитё его человек с которым господь имеет дело когда он смиряется пред господом сокрушает свое сердце на такое сердце смиренное сокрушенное при презирает господь и он явил милость ионе слава ему за это он вывел его из тех таких тесных обстоятельств и он вышел и начал исполнять волю божью это буря эти обстоятельства эти трудности были для ионы допущены для того чтобы он взыскал господа смирился покаялся думаю нам стоит нуждаться в господи что от меня хочет господь где мне исправить свой путь где и возможно не так искал господа не то дело что хотел от меня господь и в смирении в сокрушении сердца смириться пред ним а он смиренного из сокрушенного сердца не презрит так как обратил на иону и повелел киту повелел киту этому животному этой рыбе большой и он выпустил его потому что сказал господь сказал господь и это скорбь прекратилась и он смирился и было помилование слава господу другое такое обстоятельство так размышлял буря у человека который решил идти за господом посвятил себя господу узник господи это павел который не по своей воле оказался на этом корабле не по своей воле оказался в этой такой скорби но по определению такому это господь допустил была проявлена человеческая такая мудрость были были эти военные люди более доверялись кормчим более доверялись этой мудрости человеческой но оно не помогло оно не помогло и пришла буря я так размышлял что павел я думаю могли быть допускаться мысли почему мне в этих обстоятельствах нужно это переживать переживать я думаю знал он слово божье знал когда иисус запрещал буря и она умолкала а здесь нету этого и нужно смирение в терпении ожидать проходить этот путь который ему ему господь допустил и господь является ему мы читаем слово божье господь является ему через ангела ночью и укрепляет его чтобы он не боялся что те люди даже которые с ним на корабле не знающие господа преступники и им господь для ради павла дарует жизнь дарует эти души павлу сохраняет их я думаю эти люди наверное задумались а впоследствии что есть бог что он управляет вселенной он управляет этими скорбями этими трудностями и впоследствии павел остался жив и впоследствии павла бог благословил это буря думаю послужило на пользу и для этих людей и для апостола павла и оказавшись на этом острове где их было выброшено и там начало прославляться имя господне там начала сила божья действовать кому-то эти бури и эти трудности возможно принесут обильную такую силу и дерзновение возлаживать руки на больных и они будут исцеляться змея которая повисла на руке апостола павла она не сделала ему вреда думаю не было и страха он имел упование и надежду на господа и прошедшие через такие обстоятельства через такую буря думаю был еще более укрепленный в господи что бог которому этот человек служит он контролирует все действительно контролирует каждый волос у человека на в голове он знает все и не допустил павлу погибнуть в этой буре но допустил ему пройти допустил ему пережить это допустил ему эти переживания и он прошел это и остался ему верный слава ему за это пусть бог поможет нам среди этих трудностей и скорби размышлять что от меня хочет господь в этих обстоятельствах терпение смирение сокрушения горячей молитвы к богу нашему который укращает бурю который усмиряет и сохраняет надеющие на него слава ему так размышлял еще другие бури ученики иисуса христа не по своей воле по повелению господнему отправились а в лодке пока иисус должен был отпустить людей прошло определенное время а иисус не приходил и тут ветер бурям трудности скорби переживания что-то пытаются делать а господь я думаю он видел их не сердца он видит твое мое сердце какое оно сейчас и хочет наверно укрепить твою мою веру и он является им среди этой бури и показывает свою власть и могущество что над теми ветрами над теми волнами стоит иисус христос над которыми эта сила не имеет власти потому что он есть сам господь сил господь саваоф бог всемогущий бог всем управляющий он показывает свою власть и силой думаю ученики в тот момент хотя и переживали трудности но укрепились ободрились после этих таких обстоятельств у петра который пошел по этой воде и все-таки допустил это сомнение но иисус протянул ему руку и сказал маловерный для чего ты усомнился но перед этим он спас его и показал что еще в твоем сердце есть не хватает недостаточно той веры есть какое-то сомнение колебания слове божьем слове иисуса христа который сказал ему иди иди петр пошел по воде но эти обратно обратил внимание на эти бури на эти ветра не на иисуса христа а на бури начал сомневаться и бог не хочет чтобы в моем сердце в вашем сердце было сомнение было неверие потому что знаем читаем слово божье из-за неверия народ божий не мог войти в обетованную землю они не доверялись господу там допустили где-то ропот негодование неверие в божьем могуществе что он может пропитать народ что он может дать воду из-за скалы что он может дать хлеб может дать мясо неверие негодование это не позволило народу божьему обойти в обетованную землю а бог нас готовит более чем в обетованную землю в небеса и хочет чтобы твое и мое сердце и в этих обстоятельствах размышляла и смотрела на себя каков я если сомнение если колебания и это оставить а еще более укрепиться в господи нашим через молитвы через зови через горячие плача и общение с господом который не оставит тебя и меня и не покинет а если где ты поколебался если ты сомневался он проснет руку и поддержит и поможет слава ему за это другое такое же обстоятельство также ученики иисуса христа и иисус среди этой бури он спит на возлаге кормы он спит уставший а ученики пытаются что-то делать и там же ему говорит что как у вас нет веры как у вас нет веры опять же таки хочет народе божьем видеть веру думаю и бог и сейчас хочет тебе и мне видеть веру видеть веру в том я думаю она еще и заключается в том чтобы ты и я не оставлял молитвы не не оставлял зов к господу иисус наставлял учеников своих и нас с вами через священное писание что должно всегда молиться и не унывать привел пример об этой вдове примел привел пример о судье неправедном который не обращал на никого внимания но это но это настойчивость это такая усердная такая просьба она не застала его долго молчать другими словами бог хочет и нас видеть это такое непрестанное моление к нему непрестанное общение хочет в этом виде также подчеркивать чтобы мы подчеркнули свою веру не так что помолились раз другой и нет ответа и все негодование возмущение на господа ропот бог хочет найти в нас веру хочет найти в нас это упование в этих обстоятельствах чтобы ты и я посмотрел на себя каков ты оставил ли ты веру оставил ли ты эти действия ищешь ли в ком-то другом утешение в человеке в князях этого мира в людях этих сильных этого мира или господи ты в молитве и я в смирении уповаешь на господа ищешь лица его а он не замедлить дать ответ слава ему за это я так размышлял господь мог бы людям которые вышли из египта дать помощь быстро быстро дать помощь которые бы только бы услышали что египтяне идут за ними могли мог бы не допустить того фараона что он за ними на колесницах добирается хочет их поразить мог бы и там мог их остановить но бог почему-то допустил что они впритык почти что подошли подошли показал над ними славу свою величие своем показал ему думаю люди обратили на свои сердца внимание в каком они состоянии он может это сделать в один момент я думаю помочь нам мог в один момент помочь языке а не так что ждать одно время другое потом ночью вышел ангел и поразил 185 тысяч человек мог это раньше сделать но бог почему-то порой бывает медлит медлит не для того чтобы возможно мы поколебались засомневались чтобы твоя и моя вера укрепился и мы доверились ему еще больше доверялись ему на господа уповали и надеялись а бог хочет от нас дабы мы верили уповали и в этих таких бурях в этих таких трудностях не оставляли молитв моления и общение с нашим господом слава ему за это бог желает укреплять народ свой бог желает поддерживать народ свой через эти такие обстоятельства непонятные скорби трудности он освещает тебя и меня очищает дабы мы вошли в вечность дабы мы были там с господом и утешались с ним другие такие ветра приходили приходили в жизнь людей и я праведный человек в земле уц жил праведно жил но пришел большой ветер и этот ветер сделал беду его семье а я встал разодрал одежды нах я вышел с утробы нах я уйду он ничего против господа не сказал порой господь допускает такие обстоятельства тяжелые для понимания разума нашего и его это было допущено и дьявол смотрел как он поступит чтобы найти в нем какую-то зацепку но не нашел он не нашел вы не этой зацепки а в ио и прославился господь и в этой буре и в этих трудностях слава ему за это и о бог говорил через бурю и в этой буре когда бог ему говорил и ио говорит что я раскаюсь прах и пепел прах и пепел когда через бурю господь говорил к нему и и о понял он понял что господь он всемогущий сильный он делает то что ему необходимо и он делает к нашему благу к нашему благословению и он не оставит тебя и меня он не покинет не забудет а от народа божьего господь хочет дабы мы молились и не унывали взывали и получали благословение и утешение в нашей жизни а бог все контролирует все знает все он даже малая птица она без веда моего не упадет не упадет он все знает он звезды выводит счетом по имени их называют по великому могуществу у него ничего не выбывает и бог желает народе своем видеть веру видеть упование надежду а он силен простить руку и поддержать каждого из нас и укрепить славе ему за это аминь